здравствуйте друзья сегодня мы будем говорить с вами о сказках немецких знаете когда я готовилась к этой передаче извлекла все вот эти книги со своих полок я просто ахнула я если честно даже не предполагала что их так много там и грим и гофмана и гауфа музею сообщим причем разных совершенно изданий с рисунками разных художников современных и художников прошлых лет и веков даже думаю что мы конечно не уложимся в одной передаче но посмотрим как карты лягут сейчас я уберу то что нам сегодня возможно не пригодится и оставлю только те книжки рассматривать первое но что я хочу вас ваше обратить внимание это вот две вот такие книги роскошные шикарные книги они издаются издательством снег пятигорским это издательство она специализируется на подарочных книгах и вот они издали такие немецкие сказки сейчас посмотрим первую книгу потом следующем 2 первая книга это вот сказки собранные братьями гримами вот так написано и они представлены в таком виде эта книжка очень красивая очень красивая она с таким тиснением здесь все золото обратная сторона обложки тоже вот не уступает лицо передней стороне вот у них такие вот срезы эти покрашены под малахит что ли обтянута она конечно не кожей это какая-то такая дермантина но довольно таки уязвимая надо отдать должное ну конечно она и так дорогая книжка если бы еще позже была обтянута то вообще запределенная цена была заоблачно вот откроем эту книжку посмотрим дело в том что вот это издательство снег она с такими амбициями что это вот книжка которую они издают это очень близкая копия книги 1893 года изданный маркс вот здесь вот издание санкт-петербург невский проспект номер 6 вот здесь у нас фотографии вот это такая совместная братьев грим а здесь у нас сама вот это титульный лист сам титульный лист здесь перевод с немецкого написано под редакции полевого но полевой он сам очень много переводил и скорее всего здесь и сказки с его переводами может его учеников там последователь и так далее но в общем-то серьезный переводчик серьезные переводы что касается иллюстрации здесь два художника это грот иоганн и левенберг теперь посмотрите вот здесь в этих сказках еще скажу в этих сказках есть такое вот предисловие причем она очень интересное предисловие от издателя издатель это естественно не снег а издатель вот это издательства маркс они здесь объясняют во первых о необходимости создания такой книги такого издания они говорят что это конец 19 века о том что братья сказки братьев грим настолько распространены уже в россии что возникла необходимость вот собрать их всех воедино и представить в одной книге следующее они объясняют почему они выбрали этих художников вот этого грот иоганна и левенбера потому что незадолго до этого в германии вышла книжка с иллюстрациями этих художников именно братьев и сказок братьев грим и они в общем то не стали изобретать велосипед раз немцы решили что это очень хорошие художники то и они значит выбрали их в качестве иллюстраторов я не знаю как раньше было с авторским правом ну вот им все у них все получилось следующие это переводы конечно ну они говорят о том что хорошие переводчики и так далее что они вот здесь это не пишут что почти дословное передавая тексты немецких сказок мы позволили себе некоторые отступления только при переводе прибауток припевок и песенок вот так вот то есть фактически сказки один к одному здесь в этой книжке переведены потом еще они интересные здесь сравнение делают немецкий сказок с русскими сказками такая такая например у них фраза звучит разница между теми и другим главным образом только в обработке сюжетов более культурной и литературной в большинстве немецких сказок в которых страна страна старина выступает заманчивой обстановкой средних веков и более простой более первобытные в русских сказках где старина является еще облеченный сумраках сумраком лесной глуши который еще не успел проникнуть луч исторической жизни то есть и слава богу на мой взгляд то есть получается что вот эти сказки грим они более литературные литературно обработанные привязаны к средним векам их уже но поэтому многие из них уже звучат как истории рассказы а наши сказки они вот как они здесь правильно замечают в сумраке лесной глуши находятся собственно говоря сказки наверное должны находиться в глуши так так теперь что касается количество сказок из 210 сказок братьев грим они включили в этот том 199 сказок и они как объясняют то что они исключили в этих 11 сказок они говорят что исключив остальные из нашего издания как неподходящие по содержанию своему к нашим бытовым и литературным условиям таким образом вот этот том он очень хороший с моей точки зрения и переводы здесь прекрасные и сказки подобраны как надо иллюстрации замечательные ну теперь посмотрим посмотрим теперь мы его пролистаем этот томик посмотрим что нам здесь изобразили потому что рассказывать эти сказки нет смысла их многие мы их знаем другие можем прочитать сами но вот пристать эту книгу думаю не мешает потому что она конечно она дорогая книга покупать ее так для того чтобы читать каждый день детям на ночь и наверное не стоит для этого есть более дешевые здания но в качестве подарка наверное она очень подходит а вот посмотрите красная шапочка да вот это немецкая сказка мы привыкли что красная шапочка это у нас перо французская сказка да ну вот французы немцы они жили очень близко друг другу и сказки у них были практически одинаковые там еще и спящая красавица по-моему одинаковая сказка мальчик с пальчик и перо есть и вот у грима брать кстати говоря вот эта милованная бумага здесь она тоже уязвимая она с ней тоже надо обращаться очень аккуратно это кто у нас такой молодой великан тащит видите двух лошадей он тащит один или пантащи двух лошадей следующий вот это у нас сказка живая вода живая вода вот они сосуды с водой несет очень красивые иллюстрации очень красивые посмотрите в каком они движения не вот львы и они по-разному себя ведут а здесь посмотрите что-то за ужасной картинкой это значит в каком-то чане находится человек вот эти чудища они его охраняют придерживают крышку а вот наш герой он пытается кочергой какой-то приоткрыть эту крышку выпустить человек там еще кто-то следит в общем ну грим сказки они конечно бывают очень даже жутковатые иногда это у нас семеро швабов о это нетоптанные башмачки это уже очень интересный человек на практически картина да практически картина даже не скажешь что это иллюстрация к сказкам у нас стеклянный гроб несет старуху ой какая красавица гусеницу колодца извините сказка искусный вор барабанщик какую-то ведьму что стукну я конечно не все сказки читал это уж точно но ряд сказок неизвестно и так ну это вот эта книжка которую я хотела показать первое теперь посмотрим следующую книжку это у нас вот сказки вильгельма гауфа теперь эта книжка тоже с такими же амбициями что она выпущена издание книга продавца издателя книгу продавца издателя маврики оспича вольфа санкт-петербург гостиный двор и москва на кузнецком мосту вот дом рудакова вот пожалуйста это перевод с немецкого здесь написано но это песковский перевод песковский это известная переводчица очень серьезная и по моему в издании вольф в конце 19-го был издан барон мюнхаузен с ее переводами с немецкого так посмотрим художники 42 рисунка здесь феодор виберна газеману людовик бургер так посмотрим это сказки гауфа да но здесь вот перечисляются эти сказки гауфа но присказка здесь а присказа там с чем суть в том что несколько купцов сопровождают караван по пустыне и по пустыне и они встречаются там с разбойниками всякими а вот на привале когда они отдыхают они решают рассказывать какие-то сказки или истории своей жизни причем они такие похожи на арабские даже где-то вот сказки тем что предисловие преамбула следующей сказки находится в конце предыдущей так и сами сказки они тоже так на восточный манер сказка отрезанная рука по-моему там обманывает вот этого человека склоняет его к тому чтобы он отрубил голову девушки он правда не знает что она не мертва якобы он хочет забальзамировать она уже мертвы и так далее выясняется что она уже была живая в тот момент когда он полоснул ее ножом все остальное там происходит истории конечно жуткие у гауфа бывают такие тоже жутковатые истории это у нас маленький мук прекрасная сказка известная нам всем это маленький мук я просто хочу вам показать побольше вот этих иллюстраций что вы решили нравится вам эта книжка не нравится потому что если вы например будете ее приобретать чтобы не ошибиться какой из этих книг выбрать например конечно ты скажешь книжка подешевле потому что здесь и сказок меньше тоже замечательно просто просто красавица вот у нас это кто этот карлик не устра вот это кто этот карлик не устра такие у нас здесь иллюстрации книжки такие замечательные выпускает у нас издательство снег теперь я хочу вам показать еще две книжки они были мной приобретены случайно это у нас издательский дом мещерякова выпускает эти книжки и когда они их выпускали они говорят это они говорили о том что это значит для специально для почитателей антона пика и те кто хочет ознакомиться с его творчеством этого художника голландского но вот здесь вот четверо искусственных братьев братья грим это сказки братья грим просто но миловная бумага конечно книжки хорошо выполнены как и все что издает мещерякова здесь какой-то такой вот напыление интересная на обоих книжках на обеих книжках вот а теперь посмотрим иллюстрации но знаете что вот эти почитатели они были недовольны они значит что сказали что во первых иллюстрации мало цветных практически нет по моему на две книжки здесь всего лишь пять иллюстрации помощи мальчиков так вот полистая ну все товарищи вы кажется мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу всего вам доброго переходим на завтра